Сейчас хотелось бы смотреть на год, который мы с вами прошли. Давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Во-первых, итоги года. Во-вторых, будет очень интересная встреча с Верой Королатовой. Мы расскажем о новой методике назначения гометических препаратов с использованием психологических приемов. Сегодня будем говорить о рисунках, хотя это не только рисунки. Также поговорим о гормонах радости в гомеопатии. Разберем случаи из практики гомеопатов горячей линии. Также розыгрыши, ценные призы, гомеопатические итоги года. Ну а сейчас какой же гомеопатический вечер без случаев? Я хочу представить самый мне понравившийся случай. Это случай абсцедирующего фурункула у юноши 17 лет. Мне написала сообщение его мама и сказала, что у сына выросла шишка на лбу, которая уже со вчерашнего дня выросла до размеров 3 на 2,5 сантиметра. Выслала мне фотографию и сказала, что шишка не болит. Наверху этой шишки фурунку красного цвета, шишка телесного цвета. И она болезненна лишь тогда, когда он шевелит бровями или хмурит лбом. И я назначила силицею. Силицея 12, Си. Он принимал по одной горошине. И через 3 дня мама пишет, что Татьяна Викторовна шишка рассосалась. Вот дело в том, что эта патология является очень опасной, поскольку здесь абсцесс находится на лице и в большой близи с мозгом. И инфекция может проникнуть в головной мозг, в оболочки мозга. Также у головы имеется общий лимфатический проток с сердцем. И инфекция может переместиться туда. И обычно эта патология лечится в стационаре в хирургическом отделении. Вот такой вот случай. И в связи с этим я хочу всем вам, всем нам пожелать в новом году душевной твердости и прочности, как у кремнезиома, из которого сделана силицея. Всем обрести уверенности в своих силах, которую дает силика. И все неприятные моменты в своей жизни отгонять от себя точно так же, как силицея изгоняет инородные тела. Гомеопатия очень часто обращает внимание на какие-то мелочи, тонкости. И вот этой первой мелочью или тонкостью могут быть разные вещи. Иногда это звонок и создается такая картинка, впечатление. И самое главное – обращать внимание на это впечатление. И вот это впечатление, оно может быть и картинкой, и звуком, и запахом, и какой-то эмоциональной встряской. Представь себе, к вам звонит человек и вместо «здрасте» говорит, а почему вы так дорого берете? То есть картинка торган. Или звонит пациентка и говорит, я такая сука, из песни слов «Не выдернешь». Могли бы вы мне помочь? Или заходит пациентка в июле в израильскую клинику ко мне с пакетиком чая, жара 40 градусов в тени. И она просит кипяточку, не найдется? Заварить чай. И понятно, что потом мы работаем с человеком, проверяем эту первую картинку. Это первая картинка. Человек, который торгуется, потом еще обставляется разными симптомами, разными картинами другими. И проявляется картина о ценнику марингу. Или женщина, которая себя называет так, после того, как принимает лак-канинум, опять обретает внутренний покой и ощущение себя женщиной. Какое счастье, что у нас есть такие инструменты. Или женщина, которая заходит в клинику с этим пакетиком чая и просит чаю в июле, а потом во время интервью выясняется, что она страдает ужасными мыслями. У нее маленькая дочка. И у нее мысли, как избавиться от этой дочки, как убить ее, как ужасная картина. И гомеопатический препарат чай исцеляет ее. Представляете, сколько силы есть в наших гомеопатических препаратах и сколько силы есть в этих первых картинках. Вот эту первую картинку, первое впечатление, первое ощущение очень важно заметить, зарегистрировать. И вот сегодня я с удовольствием приглашаю Веру Крылатову. Здравствуйте, Вера. И сегодня мы с вами поговорим о том чудесном способе использовать, который можно и нужно в гомеопатической практике. Это тот способ, который дает возможность приоткрыть завесу, приоткрыть какие-то врата. Иногда этот способ помогает сразу же познакомиться с какими-то глубокими, глубинными властами личности человека, который обращается к нам на прием. Мы сегодня будем говорить об использовании картинок в сборе гомеопатического анамнеза, анализе и синтезе, а также выборе гомеопатического препарата, назначении его. Ну, давайте сам в начало, Вера Крылатова. Чудные картинки, это просто потрясающе. Чудные. Раз, может быть, кто-то посмотрит, это тоже важно лишний раз посмотреть и акцентироваться. У грибов гифы, они как бы очень такие однородные. У них, конечно, есть различия с точки зрения строения, да, ну, как бы тела плодового, да, то есть какой-то грибницы. Но если мы берем схематически, это вот так вот все переходит одно в другое, да, то есть такое вот прям вот оптиковолоконная связь. И когда я увидела этот рисунок, я думаю, надо же, думаю, смотрите, дверь переходит в дорогу, из дома выходят какие-то там связи, да, что-то, какие-то нитки, все связано. Вот, вот, конечно, тема связи здесь очень большая. Ну, есть даже две вот эти вот какие-то, нас отсылают вообще такой грибной истории, да, такие сами по себе. Вот эти вот какие-то тут выросты, не знаю, что он пытался, какие-то рядом такие домики или что это, сложно мне сказать сейчас. Вот, понятно, что третий ряд, мы видим много третьего, да, фонарики, да, но фонарики, да. На фонарик похоже, да, может быть, согласна. Вот, есть, конечно, у нас с вами третий ряд, он выражен, да, то есть трешки много, много треугольников, вот, но и много искажения, да, то есть грибного. Может быть, может быть, есть тут еще темы бактериальные, обратите внимание, вот этот вот солнышко, да, оно такое у нас как бы вирусно-бактериальное, то есть тут надо понимать, может быть, тоже, но седьмой ряд, он выглядит, да, то есть в нем есть, вот. Ну, само по себе, конечно, какие-то нарушения, как бы в том числе рас, там часто бывают, седьмой ряд присутствует у нас в нашем козе, да, потому что все-таки это такие, ну, нарушения поведенческие, и тут как бы они выражены, да, то есть с какой-то слов, да, какая-то вот именно какие-то такие органические вещи, они часто в седьмом ряду у нас бывают. Ну, опять же, не будем, да, вот так вот глубоко ходить, но вот у меня было сразу первое ощущение, что здесь есть какая-то тема гриба. В принципе, все рисунки, которые у нас даны, у нас все закрашены поверхности, это очень по-третьерядному, да, все затягивает обязательно, да, вся поверхность у нас с вами покрыта. И здесь тоже, смотрите, да, это, я так понимаю, что это самосвал, но на самом деле опять все очень инклюзивно, все как бы вдруг в друге, да, вот проникает, да, друг в друга, обратите внимание, одно в другом, да, то есть вот эта инклюзивность такая, вот это смешение всего, некие какие-то, но при этом мы можем прочесть облик, вот, можем увидеть эвакуатор, да, вот там подсказывают, вот, то есть видно, что здесь какая-то есть динамика, то есть уровень есть, да, у ребенка, я считаю, что неплохие рисунки, вообще интересные и многослойные, да, то есть они не примитивные, много цвета, вот, но есть и искажения, да, вот искажения седьмого варианта у нас присутствуют, да, когда уже у нас вот такие вот нарушения, может быть, какой-то и грибная история.